Вас приветствует Олчевск. Сегодня 19 февраля 2017 года. В гостях у нас боец Тайсон. Родфронт, откуда ты? Я из Харькова. Кем ты работал до войны? Кто ты по образованию? До войны учился в магистратуре по образованию информационной технологии в сфере физической культуры и спорта. Ну, исследователь физической культуры и физ. воспитания. Являешься ли ты членом какой-либо политической партии или организации? К сожалению, не замечаю сейчас политических партий, придерживающих марксистских взглядов четко. И поэтому не являюсь членом ни одной из них. То есть ты участник левого движения, я так понимаю? Так точно. Ну, а как ты пришел в левое движение? В левое движение, ну, всю жизнь сопереживал с советской историей, интересовался историей, в принципе. Ну, и как бы, скорее всего, подвиг Майдан украинский. То есть ты участник антимайдана? Был. Некоторое время, ну, они в Харькове, как заметно было, пошли на убыль, сдались и разошлись, так сказать, по своим квартирам. Ну, и закончилось все, в принципе, на этом. Ну, до войны ты ходил, может быть, на красные демонстрации, на кружки какие-то марксистские в Харькове? На кружки никогда не ходил, на демонстрациях бывал. А давно ли ты в ополчении? В ополчении с 15 лет, с 15-го года. А как долго служил в призраке? Почему выбрал именно эту бригаду? Выбрал бригаду, потому что, когда мне пришлось ехать в Новороссию, начал узнавать, какие бригады наиболее коммунистические, так сказать, имеют социальную направленность, и, в принципе, флаг крутой у них. В общем, мне посоветовали бригаду призрак, как самый идеальный для меня вариант. Ну, и сразу поехал в нее в Волчевск. Твоя любимая книга? Моя любимая книга. Много таких. Ну, фантастику люблю. Ефремов, например. Туманность Эндромеды и Час быка. Неплохие книги. Бори, братья Стругацкие. Ну, полдень, 22-й век. Интересная серия. Любимый фильм? Любимый фильм? Сейчас так и не скажешь. Уже давно отстал. Парк юрского периода. Новороссия не стала социалистическим государством. Почему? Наверное, потому что тут пытались ужиться с бизнесом, пошли по теме Кремля, и бизнес в итоге взял свое, когда были уничтожены лидеры народные ополчения и других народных движений. Вот поэтому, в принципе, это все классовая борьба привела к тому, что отсутствие, точнее, классового сознания пролетариата Новороссии привело к тому, что мы имеем сейчас. Ну, а какой выход из этой ситуации? Краснеть. Всем, так сказать. А что тебя больше всего привлекает в коммунизме, как в общественной формации? Как общественной формации меня привлекает в коммунизме то, что это самая гуманистическая из формаций, которая может быть. В принципе, она в далеком будущем от нас находится. Ну, хотя бы путь социализма сокращает людские жертвы в общей массе. Как ты относишься к Путину? Путин. Вначале относился хорошо. Сейчас, находясь тут, на передке путинской политики, начинаю понимать, что все потеряно. А ты верующий человек или атеист? Раньше был верующим, в принципе. Утверждать, что Бога нет, не могу, но, скорее всего, для людей его, в принципе, нет. То есть, его существование или несуществование ничего не значит для человеческой жизни. Только лишний расход времени и средств. Так сказать, и все. Когда в России будет установлена советская власть и что нам нужно для этого делать? Ну, понятно, ты сказал краснеть. Но конкретно, конкретные шаги сейчас, сегодня? Конкретные шаги – проводить агитацию во всех современных средствах. Распространение информации, помимо телевидения, еще много чего есть на данный момент. В отличие от октября, сто лет назад, у нас много есть способов и средств доставлять истинную информацию в классовом положении людей. И, в принципе, сейчас все может произойти гораздо быстрее и стремительнее, чем тогда была подготовка. А переживаем мы вообще сейчас дежавю столетней давности, один в один полностью ситуацию. Вести агитацию и помогать рабочим – вот что нам надо делать. Когда в России произойдет социалистическая революция? Можешь дать прогноз 10, 20, 30 лет? Мы сейчас и так находимся в состоянии какой-то революции. Точнее, даже не революции, а контрреволюции. Может произойти в любой момент. В течение ближайших даже года может случиться что угодно. То есть пролетариат русский готов, ты считаешь, к этому? Местами готов, местами нет. Главное – пассионарный актив к чему готов. Все остальные уже вольются туда, куда им выгоднее будет. Так было всегда. Так мы видели на Майдане, в принципе. Но там был фашистский переворот. Фашистский переворот, просто обменялись креслами в Раде. Но на самом-то деле весь переворот был совершен меньше, чем 3% населения страны. А выставлен был за революцию. Без смены экономической формации, конечно, это смешно звучит. Но теперь они говорят, что у них была революция гидности. То есть много народу не надо, надо организацию хорошую. Ну и да, молодежь в России сейчас достаточно левеет. Имеются предпосылки, разговоры. Плюс просто дата знаменательная. И просто идет популяризация, на самом деле. Причем со стороны властей. Их непопулярными действиями они сами провоцируют народ на реакцию такую. На революцию. Да, на революционную революцию. Спасибо, удачи. И вам тоже удачи. Спасибо.